Друзья, мы продолжаем. У нас в гостях практикующий коуч Анна Шостакова. Привет! Здравствуйте, ребята! Привет, Анна! Здравствуйте, дорогие зрители! Привет! Первый вопрос. Сейчас все очень наслышаны о таких вещах, как управление успехом, постановка целей, саморазвитие и так дальше. Но кажется, что еще лет 15 назад мы вообще не знали ничего об этих вещах. Это относительно молодая дисциплина и наука, или же мы просто об этом не знали, и оно пребывало в тени? Как обстоят дела с точки зрения истории этой дисциплины? Да, Артем, совершенно верно. Это, о чем мы говорим, это коучинг. Коучинг – это довольно-таки молодая профессия, и действительно, ей всего лишь 20 лет, поэтому... То есть, первый тренер был создан фактически 20 лет назад всего лишь? Ну да, скажем так, ассоциация тренировок. Есть ли моменты в личном саморазвитии, которые можно достичь самостоятельно, или же обязательно все-таки обращаться к специалистам, вот с точки зрения профессионального коучинга? Не, ну, безусловно, конечно. Можно достигнуть много успехов и самому, но дело в том, что сколько потребуется сил и времени для этого. Ну да, лучше денежек заплатить. Вот, кстати, по поводу времени. Сегодня наша программа посвящена именно времени, и мы хотели бы с тобой поговорить о тайм-менеджменте. Что это такое, и почему вот конкретно вот этот термин сейчас так популярен? Ну, скажем так, тайм-менеджмент, собственно говоря, это технология организации времени, технология, которая позволяет эффективно управлять своим временем, и она достаточно, это понятие достаточно распространяется в наше время, потому что все люди, в основном все люди хотят быть успешными, хотят достигать много своих целей, соответственно, которые будут приносить им успех, и, соответственно, они будут становиться счастливее. Как заставить себя вставать в 7 утра? Так, личные вопросы пошли уже, что-то вызывать, да. Ну, на самом деле, нужно четко сформулировать свою цель. То есть, сейчас я называю четыре, назову четыре основных принципа тайм-менеджмента. Очень интересно. Вот, да. И самое первое, это, собственно говоря, умение правильно ставить цели. Это очень важно. То есть, это, на самом деле, такая опорная точка в тайм-менеджменте. Вот, потому что, если мы не имеем цели, мы не знаем, куда идти, и мы не знаем, как мы туда придем вообще. И сколько времени мы будем туда идти, соответственно. Совершенно верно. Это как система GPS-навигации. Если мы не зададим параметры, мы не будем знать, мы не знаем, куда мы приедем. Мы будем кататься по городу, кататься, но... Просто наслаждаться фразами «Через 100 метров поверните налево». Совершенно верно. Вот, поэтому ставить цели – это очень важно. Есть три типа целей. Это личные цели, цели, которые касаются лично вас или же вашей семьи, например. Так, это ты уже все три назвала? Нет, это первое. Личные, которые касаются лично вас и вашей семьи. Нет, это вас или вашего окружения, скажем так, да. На этом этапе вот очень важно задать себе вопрос, чего я хочу для себя и чего я хочу для своей семьи. То есть, насколько это важно будет для них. Второй тип целей – это цели в сфере карьеры, в сфере финансов, материального состояния. Так как эти цели связаны с окружающим миром, соответственно, здесь нужно задать себе вопрос, какой вклад я внесу в окружающий мир. И третий вид целей, тип, он касается личностного развития. То есть, это такой вид, очень интересный, который помогает нам, вид целей, который помогает нам развиваться, становиться лучше. А можно ли творчество отнести к третьему? Конечно. То есть, это вот, например, какие-то хобби, прочее, 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 это уже вот третий. То есть, самореализация, по большому счету, и творчество. Сюда можно отнести, кстати, все, что угодно, для кого, что является личностным. Я просто сделал такой выбор. Тут у меня цель просыпаться в 12 часов дня, и я реально успешен. Я каждый день достигаю своей цели. Ну, я согласен, что если бы ты не просыпался вообще, это как ты уже о других вещах говорила. Кстати, Ань, как правильно спланировать свой день, чтобы максимально эффективно его провести? Хорошо, Ксюшенька, хороший вопрос. Мы как раз подходим к следующему принципу, очень важному. Вот, да, да, принцип. Да, он называется планирование. Планирование, собственно говоря, что это такое? Это формулирование четкого графика нашего подъема. Собственно, 12 утра. Это у меня так. Собственно говоря, отталкиваясь от тех целей, которые мы поставили. Это, собственно говоря, вот в коучинге мы практикуем такой вариант, как создание собственного органайзера. Этот органайзер полностью относится ко всем сферам жизни клиента. Он его персональный и является не только планировщиком, а и мотиватором, вдохновителем, в некой степени даже другом. То есть человек, обращаясь к своему органайзеру, он не то, чтобы там как-то смотрит только в план, а он его вдохновляет. Я так вот тебя послушал, мне кажется, для многих людей органайзером являются мама, папа там. Когда вы распланировали, собственно говоря, все, что касается вашей цели, вы знаете, куда вам двигаться. Ну, так в общих чертах. Соответственно, что сюда входит? Сюда входит основная задача, и вы эту задачу разбиваете на подзадачи. Так сказать, едите слона по кусочкам. Третий принцип – составление анализирования списков. Как составлять эти списки? Желательно делать их на неделю. Делаем списочек на неделю, и, кроме этого, нужно еще каждый день этот список обновлять, так сказать. Желательно вечером это делать на каждый день, потому что идея в чем? Идея в том, что ночью наш мозг уже работает. Запрограммирован на это. Да. И утром у вас, возможно, появятся новые свежие идеи. Есть такая пословица – утро вечера мудренее. Особенно если утро начинается в 12 часов. А вот если я вечером себе запланировала одеть одну одежду на утро, а утром резко меняю свое мнение. И так каждый день. Это говорит о том, что я непостоянный человек, и мне не нужны эти планы. Мало того, и многое другое говорит о том, что ты непостоянный человек. Ну вот я замечала это за собой действительно. Нет, Сюшенька, это из той серии, что мозг заночь все-таки передумал, и он действительно дает тебе знак, верный знак, в котором… Сюша, иди на работу, оденься. Нет, просто с утра мозг Сюши такой, нет, балаклава плохая идея. Надену планы. Поеду в Тевастополь. Твоя интуиция, она… Калабура, о которой ты говоришь. То есть она даже ночью работает. Да, она больше знает, в каком настроении тебе будет. Вот, поэтому я не высыпаюсь и не могу встать в 7 утра. Да, то есть все связано между собой. Нет, это отмазки. Есть что-то по поводу отмазок в коучинге? Конечно. Как с этим бороться? Конечно. С внутренними вот этими вот ограничениями и оправданиями. А мы прорабатываем ценности, мы прорабатываем много нюансов. На самом деле это кажется так, да, что вот я ленюсь. На самом деле за ленью стоит, может стоять много чего. И очень интересно. Они говорят, что понятия лени, нет такого понятия, да? Нет, совершенно верно. Или нет мотивации, или не поставлена, как ты говоришь, цель, да. Ксюшенька, это своего рода… Я не ленивый. Это своего рода знак, это сигнал организма, что что-то идет не так. И неправильное направление. Конечно. Конечно. Поэтому коучинг дает все ответы на такие вопросы. Почему, собственно говоря, и я и начала заниматься им. И я довольна, я капельки не жалею, что я с коучингом сейчас связала свою жизнь. Итак, списки мы спланировали, да? И четвертый принцип, такой тоже не менее важный, это расстановка приоритетов. Собственно говоря, понять, что важное, что не сильно важное, на что обратить внимание, на что не стоит обращать внимание пока. Вот. И здесь очень хорошо срабатывает такой принцип, который вывел в свое время в 1895 году итальянский экономист Вальфредо Паретто. Возможно, слышали принцип Паретто. Нет? Каждый день обсуждаем. В 7 утра. Это правило 20 на 80. Соответственно, из этого правила мы можем... 160? Нет, нет, это раньше, это правило у партии. Это правило гласит на самом деле, что 20% действий равно 80% результатов. То есть, если мы 20% делаем дел, важных дел, то 80% результатов мы получаем. Мы сегодня говорим о времени в целом, да? Темпо-ритм мегаполиса и сельской местности, да? По сути, одно и то же время у нас на часах, да? Но жизнь абсолютно разная. Почему? Так от чего это зависит? Вот, кстати, извини, что я перебью. Вот Артем – это пример сельского темпо-ритма, и Ксюша – это мегаполис. Я должен ответить, Миша тоже пример сельского темпо-ритма. Проведи параллели. Если серьезно. Конечно же, отличается, согласна, отличается время, потому что и жизнь сама отличается. В селе, в сельской местности это спокойная жизнь. Это отсутствие каких-либо, там, я не знаю. Ты ловила когда-нибудь быка? Нет, спокойная, но нелегкая. К сожалению, сейчас такая сельская местность, что быков у людей не сильно много. Это все зависит исключительно от темпа жизни, от развития. Если есть такое селок, в котором течет бурно жизнь, в котором есть… Да, вот, в котором есть все то, что есть в мегаполисе, или хотя бы вот какое-то приближенное, то, конечно же, там будет быстрее течь время, чем в каком-то там забитом селе. То есть, насколько я понимаю, это зависит от занятости человека. Конечно, да. Есть, я уверена, что есть в таких селах предприниматели, у которых, знаете, там каждая тоже минута расписана, и он занятой человек, ему некогда, да, там сидеть в сериале и семечки лускать. Вообще-то есть. Или потолок, да, плевать. Или вот вообще люди в селе, они, между прочим, вот у них зимой как-то вот, скорее всего, медленнее время течет, но как только наступает весна, сезон огорода… Работать на зиму начинают. Да, да, то есть, как раз в этот период у них время течет очень быстро. А когда у нас, ну, передача переросла, вот диалоги об аграрном секторе? Просто, насколько я понимаю, Ксюша планирует переехать. Вот, я думаю, как, легко ли я перестроиться? Смогу ли я? Да. Ань, мы знаем, что девушки любят зачастую опаздывать везде, да? Среди мужчин есть такая привычка? Нет. Ну, опять-таки, это все зависит индивидуально. Индивидуально, это все вот лично для каждого по-разному. Ну, для девушек свойственно, у нас физиология такая. Я еще не просыпала. Подождите, как вы… Ого! Как вы сейчас пытаетесь оправдать свои опоздания физиологией? Ну, мы же девушки. Я не могу бежать быстрее 7 километров в час. На камуках. Это неоправдание, я считаю. Это все из той серии, как мы планируем. Если мы запланируем, да без проблем успеем. Есть много, вы знаете… И опять-таки, эти годы не остановки. То есть вы сейчас признаете, что вы опаздываете целенаправленно? Я никогда не опаздываю. Да, да, да. Это просто, знаете, возможно, не сильно организация, самоорганизация не сильно работает, самодисциплина. Вот много успешных людей, вы же знаете, что их отличает от других людей, не сильно успешных. Это самодисциплина, в первую очередь, самоорганизация и хорошее понимание управления временем. Потому что они понимают, если они управляются временем, они управляют своей жизнью. То есть, а значит, и управляют собой. Все. Новый статус ВКонтакте. А я, кстати, я понял, почему все-таки девушки опаздывают. Потому что вот Ксюша вначале сказала, что вот утром я хотела одеть одну одежду, проснулась и поняла. Да. То есть сигнал сработал. Я действительно, так вы не поверите, бывает, я выхожу из дома. Уже не верится. Смотрю на себя, да, и я понимаю, что мне это не нравится. Я возвращаюсь на четвертый этаж, переодеваюсь. Хотя живу на втором, соседи в шоке. Говорят, зачем я пришла. Одежда заканчивается, просто нужно отдать гардероб. Тем не менее, человек, когда и как ему нужно осознать, что пора что-то менять, что пора обратиться к тайм-менеджменту или к коучу? Какие вопросы нужно задать себе, какие ответы нужно получить, чтобы прийти к пониманию того, что пора что-то менять? В первую очередь, это растет неудовлетворенность. С собой, жизнью, окружающим миром. Девушки. Да, неудовлетворенность. И чем выше наша неудовлетворенность, тем быстрее мы начнем что-то делать. И начнем меняться в лучшую сторону. Потому что есть такое правило, как бы, знаете, так установившееся, что изменения неизбежны. И умный человек, он, так сказать, осознанный, да, он начинает что-то делать, он понимает, что ему нужно меняться. А если человек, как Артем, например, очень умный? Очень умный, да. А люди, которые не понимают этого, они начинают жаловаться, они начинают обвинять всех и вокруг, но только не себя. Есть 5 минут свободного времени у человека. Что, вот просто, вот возникла такая спонтанная, спонтанный перерыв, какой-то спонтанная пауза. Что лучше всего сделать в такой короткий промежуток времени, чтобы через 5 минут осознать, что ты эти 5 минут провел с пользой все-таки? Да, задать себе вопрос, кто я, чего я на самом деле хочу, и чего я хочу достигнуть в ближайшие, скажем так, 5 лет. Классно. Вот. Так это не на 5 минут затянется. Ксюша, стопанулась бы на том, кто я. Разделить слона на кусочки. У нас так одна соведущая исчезла, а потом вторая. Ценные советы. Да. Еще вопросы? Или все? Я уже в личном порядке буду общаться, я не хочу, потому что, насколько мне известно, кстати, это тоже зрителям, я обращусь, расскажу, что вся информация, все те учения, которые вы проходите с коучем, они остаются конфиденциальными, и они, знаете, только вы вдвоем, друзья. Конечно. Поэтому можете быть спокойны. Идите и боритесь с собой. Да, ну единственное. Не боритесь с собой, а вдохновляйте себя, раскрывайте свои возможности, свой потенциал и способности, навыки, и вы будете очень счастливым человеком. И звоните Ане. Само собой. Все это тогда произойдет гораздо быстрее. Время пролетело незаметно, время пролетело интересно, тема программы «Время», друзья. Как ты божественно подвел к этому. Да, молодец, Михаил, молодец, Аня, спасибо большое. Спасибо большое. Уделено вам время. Спасибо. А мы помним, что это в наше время очень даже важно. Спасибо, успехов. Спасибо. А мы, дорогие друзья, продолжаем. Спасибо. Спасибо.